Со специальной военной операцией на Украине в отпуск прибыли два ангарчанина. Это Виктор Ткачев и Денис Ягозинский. Они ушли по мобилизации. В аэропорту их встретил губернатор Игорь Кобзев. По его словам, бойцы с честью выполняли свой воинский долг и теперь на две недели вернулись, чтобы провести время с родными и отдохнуть. Также их ждали близкие. Бабушка, которая воспитала Виктора, когда он остался без матери, расчувствовалась, встретив внука. Дениса ждали жена и дети. С собой он привез на родину письма от бойцов, в том числе с пожеланиями по оказанию поддержки и с благодарностью за помощь. Боец планирует встретиться с молодежью и школьниками родного города. Сегодня мы работаем индивидуально и большое абсолютное количество людей заинтересовано и в предоставлении гуманитарной помощи. Включились вот в этот процесс не только общественные организации, муниципалитет. Этот процесс, он дальше идёт. Мы определяем лиц, которые желают работать там, взаимодействовать с командованием части, передавать нам всю информацию. Уголовное дело о хищении более 34 миллионов рублей возбудило в Иркутске следствие транспортной полиции. Правоохранители проверяли, как использовали государственные деньги, выделенные на развитие железнодорожной инфраструктуры. Они установили, что подрядчик, который вел строительно-монтажные работы на восточно-сибирской железной дороге, регулярно нарушал сроки договора. А в октябре прошлого года полностью перестал работать. При этом многомиллионный аванс он не вернул. Возбудили уголовное дело по статье 159 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Транспортные полицейские провели обыски и изъяли документы, компьютеры и флеш-накопители. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к хищению. Расследование продолжается. Сотрудники авиалесоохраны провели вертолетную тренировку на Тенге. Такая подготовка у них проходит один раз в год – весной. Приняли участие более 30 человек, из которых 8 – парашютисты, а остальные – десантники. Среди них есть и новобранцы. На тренировке парашютист-пожарный сначала выполняет все элементы на земле, позже спускается с 12-метровой вышки, и только после этого новобранца ждут 7 спусков. Начиная с 10 метров, он постепенно доходит до 40. Десантников готовят и к экстремальным ситуациям. Они в воздухе отрабатывают элемент зависания человека и имитируют сложный рельеф, в котором выбирают место приземления. Параллельно с Братском бойцов готовили в Усть-Улимском, Киринском, Чунском и Усть-Кутском районах. Полицейские Братска нашли водителя, скрывшегося с места аварии, в которой пострадали пассажиры. На пересечении улиц Пролетарской и Второй Таежной водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и наехал на дерево, после чего скрылся с места происшествия. В результате инцидента двоих человек госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Сотрудники полиции разыскали автолюбителя, управлявшего машиной в момент ДТП. Им оказался 26-летний местный житель. У него не было прав на управление транспортом, отсутствовал полис ОСАГО, а во время движения он не был пристегнут ремнем безопасности. Его машина не зарегистрирована, а передние стекла чрезмерно затонированы. В отношении мужчины инспекторы составили шесть административных протоколов. Общая сумма штрафов составила почти 10 тысяч рублей. 300 новых камер на 17 общественных территориях установят в Иркутске в этом году. Дополнительно оснастят 130-й квартал, Стадион Труд, Комсомольский и Лисихинский парки и другие места. Об этом заявил мэр города Руслан Болотов. Он проверил работу Единого центра видеонаблюдения Иркутска. Сюда поступает изображение более чем с 500 камер наружного наблюдения, расположенных во всех районах. Специалисты на постоянной основе ведут мониторинг. В зависимости от необходимости они меняют расположение и угол обзора камер. По словам представителей администрации Иркутска, за время работы подразделения удалось выявить десятки правонарушений и найти виновных лиц.